Ярославль приехали популярные журналисты и блогеры из Москвы. Это финал Дней Золотого Кольца. Акция проходила в столице в честь создания турмаршрута. Больше 300 агентств продавали туры, в том числе в наш регион, с 10-процентной скидкой. По итогам, говорят эксперты, реализовано в два раза больше многодневных туров, чем в прошлом году. Сегодня гостям продемонстрировали почтовые штемпели, выпущенные во всех городах Золотого Кольца нашего региона. Любой турист, отправляя открытку домой или друзьям, может попросить поставить именно такой. Также погасили уникальные открытки, выпущенные ко дню рождения турмаршрута. На них изображены всего 9 городов, входящих в его состав. Ярославские филателисты показали коллекцию советских марок и открыток, посвященных Золотому Кольцу. В программе тура для москвичей новые музеи Ярославля и квест в Ростовском Кремле. Очень люблю историю России, поэтому путешествую по мере возможностей. Но конкретно в Ярославле ни разу не было, и поэтому очень интересно. Пока очень приятные впечатления. Приятные, во-первых, люди, организаторы конференции. Во-вторых, визуальная архитектура, конечно, родная древнерусская архитектура. А жду только хороших впечатлений. Союз городов Золотого Кольца существует два года. Это небольшой срок, мы еще молодые, но за это время сделано достаточно много. И мы можем считать одной из своих заслуг, например, то, что торпоток по городам Золотого Кольца не падает. И я хочу сказать, что в этом году в Ярославле туристов больше, чем в прошлом году. И мы надеемся, что это будет продолжаться и дальше. Субтитры сделал DimaTorzok